Весь контент Ю теперь выходит на канале «Мама в 16». Поддержите нас, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Спасибо, вы лучшие! Вы до сих пор с Заиром вместе? Я должна была быть для него его собственностью. Получается, твои братья и сестры в детдоме. Органы опеки просто изъяли детей. Ну а что, 8 человек все против меня. Вы никогда не позовете Женю, потому что Женя много какого-то негатива рассказывает о том, что происходило на съемках «Беременна в 16». Мне не понравилось, как они сделали выпуск. То есть то, что я хотела, чтобы показали в этом выпуске, этого не будет. Всем привет, вы на подкастах. Сегодня у меня в гостях Женя из Биробиджана. Привет, меня зовут Женя. Мне 16 лет. Я живу в городе Биробиджан, на Дальнем Востоке. Как ты к нам добралась? Отлично. Ну, расскажу предысторию. Мы с Женей встретились за кулисами шоу «Жизнь после шоу Б-16». Я ее пригласила к себе на подкасты. То есть она уже, получается, была в Москве и согласилась со мной пообщаться. Наверное, тогда сразу спрошу, как тебе шоу, как все прошло? Ну, так более-менее нормально прошло все. Были моменты, которые очень сильно душевно затрагивали, на которых я не смогла сдержаться. Эмоциональные такие были. Я думаю, что наши зрители все хотят узнать, как сложилась твоя жизнь. Первый, наверное, мой вопрос. Вы до сих пор с Заиром вместе? Нет, мы расстались, но поддерживаем общение. Давно расстались? Уже как полгода назад. Она считает, что моя девушка, я ее парень. Я не могу это просто так отпустить ее, чтобы она гуляла. На протяжении двух годов мы жили вместе и потом расстались. Его обещания, которые он давал, он не сдерживал. Были очень плохие поступки в отношениях, которые мне абсолютно не нравились, от которых мне становилось противно рядом с ним находиться. Это какие? Измены, предательства, оскорбления, унижения и все в этом роде. Понятно, просто сидели. Почему без моего разрешения? Я теперь должна разрешения спрашивать на каждого человека, на каждого друга, на каждого знакомого и на все. Да, естественно, естественно. Не хочешь разрешения спрашивать, что ли? Это тяжело тебе? Это не тяжело, но... То есть ты, получается, два года с этим жила? Нет, не два. Полгода у нас все было отлично. После полгода отношений начались ссоры, руганье. Постоянно не находился дома. После того, как я родила уже дочь, у нас все просто рухнуло. То есть пошло понизу. Не знаю, может быть, из-за того, что я ему времени мало уделяла, так как постоянно была с ребенком. Может, ему еще чего-то не хватало. И он практически не находился дома. И из-за этого мы постоянно ругались. Потом я начала много узнавать о том, что он гуляет с моими подругами, изменяет и так далее. И в один прекрасный момент я ему сказала, все, пора разойтись, потому что я не хочу такое отношение к себе терпеть. Вот ты... Не нравится, что-то. Не нравится, надо измениться. Ты катаешься, я тоже хочу гулять. Все, изменяйся. Буду. Сколько можно гулять? Достаточно прогулялся. Ты тоже достаточно гуляешь. Я не гуляю, я работаю, елки-палки. Ты что не понимаешь? Это не гулянка, просто так. Как ты узнала об этих изменах? Получается, первые изменения я узнала так, когда я сидела, отдыхала с девочкой. Я ей показала фотографию, говорю, я до сих пор не могу понять, кто это. И она мне сказала, ну, типа, Жень, ты что, реально не видишь? Открой свои глаза. Это, типа, моя сестра. Она назвала имя, я не буду называть. И я такая, блин, серьезно? Ну, на самом деле, она говорит, да. Я тут же набираю Заиру. Он отрицает. Я звоню ей. Ну, я немножко ей пригрызила, как бы, и она мне все рассказала. И, получается, Заиру уже некуда было деваться. Она подтвердила прямо перед ним это. Он говорит, да, это было. И потом он начал извиняться, просить прещение, сказал, что больше этого не повторится. И за это время мы помирились, продолжили жить вместе, но уже как раньше у нас ничего не получалось. Мне было тяжело с этим жить. Я на протяжении трех месяцев не могла рядом с ним находиться. У меня не выходили с головы эти мысли. Я постоянно ему об этом говорила. И со временем я, конечно, поняла то, что я всю жизнь не смогу его гнобить этим. Я постаралась меньше говорить об этом, но это не забывается. И боль она до сих пор, на самом деле, сидит внутри. Потом я начала узнавать дальше, дальше и больше. А вот ты говоришь фотография. Откуда взялась эта фотография? Он сказал то, что эту фотографию он специально сделал для того, чтобы причинить мне боль. Чтобы я поняла, что такое больно. Но это всего лишь договорка. Прямо причины для того, почему он не изменил, не было. А после уже, которые были измены, он мне называл причину. Он мне говорил, когда мы ругаемся, ты меня выгоняешь из дома. Мне как себя успокаивать? Мне некуда идти. Мужчины успокаивают себя так, это нормально. Как так? Подождите. То есть идут, расслабляются с другими, потом возвращаются уже спокойно. Он считает, что это нормально. Он тебя ревновал. Я должна была быть для него его собственностью. Мне ничего нельзя было, а ему можно... Он как мне говорил, я буду делать все, что я захочу, а ты будешь делать только то, что я хочу. В вашем выпуске, мне кажется, еще была показана как раз-таки примерно та же самая ситуация, что он уже какой-то продолжительный период так себя вел, прежде чем даже сделать себе предложение. Да, да. Я была во время беременности, я всю беременность практически сидела дома. Одна. Он постоянно где-то ездил, работал, там, своими делами занимался. Вот. А я должна была выходить только с его разрешения. Почему ты так долго терпела? Я думала, что он изменится, что он поменяется, потому что он обещал. Он прям клялся, говорил, все, я больше так никогда не буду. Я ради вас буду меняться. Но и не только из-за этого, потому что я этого человека, на самом деле, очень сильно люблю. Я люблю его до сих пор, он об этом прекрасно знает. У него хорошо получается манипулировать. Потому что он знает, что если что-то вдруг, может что-то случится с ним, либо ему там плохо, он знает, что он может всегда прийти ко мне. И как бы мне не было тяжело, там, трудно простить его, я как бы закрываю на это глаза и все равно его принимаю к себе. Вы расстались уже полгода. И вы как, пытаетесь общаться ради ребенка или что? Когда у него закончится его вот эта работа, у него будет отпуск в октябре. Если вдруг он приедет, не смогу, ну, не я через себя переступить, сказать вот прям нет, и он этого не сможет сделать. Потому что, ну, как бы мы оба друг друга любим, и сложно перебороть на самом деле вот это вот. Вам, получается, вместе сложно? И вместе сложно, и без друг друга сложно. Даже вот заводя новые отношения, пытались, это, ну, не то. Нет любви и нет тепла, и без этого очень сложно. Ну, у вас такие созависимые отношения прям с ним. А куда он уехал? На СВО, защищать Родину. Как-то он помогает вашей семье? Ну, то есть, понятное дело, что последние полгода он может, видимо, только деньгами помогать? Да, он может только деньгами помогать. Сейчас он не может ни воспитания дать ребенку, ни находиться с ним рядом даже там два-три часа в день. Он, когда вот уже приедет в октябре, ну, к ребенку в первую очередь он приедет, потому что он звонит, он скучает. А ребенка своего он любит, я это знаю, и видела даже. А Амина, как она относится к тому, что сейчас продолжительное время, нет папы? Когда Зижа находился рядом, она постоянно к нему тянулась. Он, когда приходил, она прям видела его, счастлива была. Сейчас поведет звонку, когда она с ним разговаривает, она улыбается. Ну, мне кажется, что она подзабыла, кто это, потому что уже полгода как бы прошло, она маленькая на тот момент была. В последнее время замечается то, что ребенку не хватает отцовского внимания, она тянется абсолютно ко всему мужскому роду. Брат в гости придет, либо с друзьями идем гулять, и она не боится мужского пола. Живете вы сейчас где? Мы сейчас живем в том же городе, снимаем квартиру с ней, живем вдвоем. А кто тебе сейчас помогает с дочкой? Вообще мама, она приезжает в выходные, она дает мне время для отдыха. Иногда родственники тоже помогают. Я живу сама на детский, у меня трое детей, ты это прекрасно знаешь. Я не буду тебе помогать. А как дедушка поживает вас? У дедушки вроде бы все хорошо. Живет, работает сейчас. А мама чем занимается сейчас? Она тоже как бы работает, но на данный момент она сейчас тоже здесь с нами. А после Москвы она уже собирается домой. А что за работа у нее сейчас? Они работают, там есть фермер, и то есть пока вот идет сбор урожая, и все остальное, они работают у него. Получается и дедушка, и мама? Да, и дедушка, и мама. Ты выросла в большой семье, как твои младшие братья и сестры? На данный момент сейчас они находятся в специальном учреждении. Почему? Так как мама, грубо говоря, можно сказать, не справилась с воспитанием детей. Именно старшей, которая после меня идет. А сколько ей лет? 14. Она неуправляемый ребенок, она делает все то, что она хочет, она никого не слышит, абсолютно никого, и неважно, кто перед ней стоит, даже пусть это будет какой-нибудь взрослый человек. Она даже на это не посмотрит, скажет то, что захочет, и сделает точно так же. Мама не справлялась с сестрой и с братом. И ее подруги сын позвонил в органы опеки, вызвал на маму опеку. Мама в этот момент только пришла домой. Она была в адекватном состоянии, но немного в алкогольном опьянении. Органы опеки просто изъяли детей, когда был суд. Ей не сказали, что ей лишили родительских прав. Получилось так, что она это узнала потом. Она подала заново иск о том, что она не согласна с решением суда. А как дела у вашего папы, у ваших детей сейчас? У детей? Дети временно пока не со мной. А где они? А вот так. Как так? Ну, в смысле, вы имеете в виду, что вы к нам в гости приехали, а они остались с дедом? Нет. Их вообще у меня забрали. Понимаете, в каком смысле? Забрали? Нет, не понимаю. А кто забрал? Ну, вот так. Опека у нас. У вас забрали детей? Конечно. А на каком основании? Что мы с дедом выпили. А было, был, был родительский день. У брата умер. Сынишка ему пять месяцев. Маме как три года не было. Мы выпили. Ну, а что? Восемь человек, все против меня. А я одна, я еще как бы ничего не понимаю. Как, что? И на суде тоже ничего не поняла. И, короче, я подала на второй суд и тоже мне отказ пришел. Все против меня. А сейчас все дети где? В детдоме? В детдоме. Их отправили в Беру. Типа сказали, нету такой школы. Они у меня учились на Эйфельде. А как вы с ними как-то взаимодействуете? Конечно, вот. Разрешают? И звонки у них, укаживают телефон. Сейчас на 26-е ребенку будет 11 лет, поедем с дедом. Мне, правда, запрещают. Все против меня, как бы показалось. Все против. И соседка против меня. Типа я сдавала его маму. А почему мою маму сдают, а Аню Ефименко никто не сдает? Вот он меня сдал. Все получается из-за сплетен, слухов. Конечно. Ну и что, все выпивают. Почему-то вон бичи ходят с дитворой. Как бы, да. Не забирают. Как я начала получать. Дали деньги нам помощь. Ну, Путин. От государства, да. Они сразу у меня их отобрали. А когда я получала по 312, никто не забирал у меня их. Потому что, ну, а что забирать? Раньше же мы как-то жили без денег. А сейчас отбирать. А взяли и забрали. Ну, ни за что у меня детей забрали. А вы, получается, сейчас с дедом просто живете? С дедом просто. И он с Женей. А Женя с вами типа живет? Женя в городе живет. Я имею в виду, я к ней приезжаю там. А так, дед и я. Мы вообще хотели уже как бы не жить. Ну, а ради кого жить? Женя мне говорит, мам, ты что, все равно мы их как заберем? Ну, не в этом году мы не заберем. Следующий заберу. Я тоже в интернате училась. Я знаю, что это такое. Детворе говорю, учитесь. На зимние каникулы мы их все равно заберем. Они там не останутся. Правда, сейчас на осенние мы не заберем. Мы сильно далеко живем. У нас ни в автобусах, ничего не ходит. А что-то в две недели осенью. Зимний как бы побольше. Вот я их заберу на зимнюю. Женя поможет с дедом. Мне как бы пока никак. Так у нас вот такой народ в Биробиджане. Сейчас на данный момент я могу их забрать к себе. Может это сделать дедушка, но мама не должна находиться рядом. То есть я могу это сделать в любой момент, собрав просто пакет документов. Но я понимаю, что я одна точно не вывезу это. И сейчас мама восстанавливается в правах. Ей пришлось закодироваться даже с мая месяца. Получается, сейчас сентябрь она не пьет. Дорабатывает в деревне, потом переезжает в город. Мы нашли работу. Ей осталось прийти в собеседование. И будет восстанавливаться в правах. Хоть они находятся сейчас вдали. На данный момент их перевезли на время обучения в другой город. Я к ним езжу. Я беру с собой маму. Я навещаю их постоянно. Даже когда они просто были рядом в лагере. А вам разрешают? Мне, да. Мне разрешают. Деду разрешают. Маме тоже разрешали до момента суда. Ей тоже разрешали. Ну это страшно получается. Твои братья и сестры в детдоме сейчас. На самом деле, да. Когда я только это услышала, я была как бы потеряна в себе. Я не понимала, как это начало звонить мне. Изначально я узнала от самой школы, что их забрали, изъяли со школы. То есть их не дома забирали, их изъяли со школы. И я задавала этот вопрос органам опеки. Почему так получилось? Но они мне объяснили, сказали, что мама, грубо говоря, не справляется с ними. Но сейчас она меняется. Она меняется в лучшую сторону. Это заметно, это видно. Она старается. Она старается, но она одна. И ее постоянно надо как-то поддерживать, внушать в нее то, что она сможет это. Потому что если никто ей не будет помогать, получается, она начинает теряться в себе и опускать свои руки. Я помогаю ей, чем могу. Я ей предоставляю как бы место жилья. Какие-то моменты оплачиваю поездки именно до детей. Потому что они находятся в нескольких километрах от нас. Я не знаю, там 200, по-моему, километров. Вот в выпуске казалось, что у тебя отношения с мамой не такие теплые, как сейчас. Это в какой-то момент поменялось? Нет, мама всегда меня любила. Она постоянно была за меня. Может, это просто я чего-то всегда отворачиваюсь. Ну, что-то не так было, что-то, может, не нравилось. Я вообще постоянно ее, грубо говоря, огнобила из-за того, что, типа, почему, где мой отец, почему его нет. Почему ты мне о нем не рассказываешь, завоишь. Но когда мне стало 16 лет, я встретила своего настоящего отца. Там через родственников мы с ним связались. Училось так, что мы несколько раз встретились. Потом он уехал на СВО. До рождения именно я узнала то, что мой отец умер, получается, еще в январе. А похороны будут только в мае. Я была, конечно, шокирована. Я только с ним встретилась. И так сразу как-то потеряла. Я даже практически с ним не пообщались. И я хотела поехать на похороны и так далее. Но мне запретили. Были все категорически против. И заир, и родители в том, что потому, что я была беременна, мне еще и срок подходил. Я даже не попрощалась с ним. И мне за это, конечно, обидно. Но потом, спустя, может быть, недели полторы, я уже родила Амину. Мне было интересно, нужна ли я ему. И я хотела услышать его версию, почему они с мамой расстались. Она успела рассказать тебе? Да, мама сама ничего не хотела. Она сама отвернулась от него. Хотя он хотел с ней отношений и всего на тот момент, когда они еще были молодые. А почему он расстался с твоей мамой, понятно. Но почему он с тобой не пытался все эти 16 лет пообщаться? Он пытался, он хотел, но мама вообще категорически всегда была против этого. Ты, получается, спустя какое-то время пошла искать отца, встретила его. А вот сейчас, получается, у Амины тоже такой период, что... Да, и поэтому я хотела сохранить семью. Я не хотела, чтобы моя дочь называла другого отца папой. Я вот до последнего терпела все. Прям реально до последнего, до последней, наверное, капли терпения. А что было последней каплей? Я пошла отдыхать с девочками, и мне знакомая, наша общая знакомая говорит, Женя, в последнее время, последние три ночи подряд он ночевал меня. Это, говорит, из-за того, что вы ругались. А мы тогда реально ругались. Я говорю, ты думаешь, я поверю в то, что просто ночевал? Он то же самое говорит, но, честно, я в это не верю. Я когда это услышала, я говорю, лучше бы я не слышала этого. Я ему просто пишу, говорю, все, Зирь, мы реально с тобой расстаемся. Даже в выпуске было показано, что там вы залезали друг к другу в телефон. Это же отсутствие доверия в вашей паре. Не то чтобы недоверие, это была просто тупая ревность. Когда ты понимаешь, что это твой человек, и ты не хочешь ни с кем им делиться, у тебя начинаются вот это вот вымышленные подозрения. Накручиваешь себя, потому что ты боишься потерять этого человека. А вы не пробовали, раз вы так любите друг друга, к психологу пойти вместе? Нет, я на протяжении долгих лет тоже занимаюсь психологом, и как бы я все понимаю. Но Зирь эмоциональный человек, настолько сильный эмоциональный, что с ним сложно разговаривать. С ним пытаешься когда даже поговорить, начинает агрессивно вести себя. Конечно, надо было бы уже договорить это все реально, решить, что как бы то, что мы любим друг друга, это, конечно, ну это хорошо, но это недостаточно. Хочу ему доверять, именно в плане того, что он не будет больше изменять, но я боюсь, что это повторится. Мы оба понимаем, что пройдет какое-то время, мы все равно будем вместе, потому что оно как бы тянет. На тебя свалилась популярность какая-то после беременна в 16. Если учесть, что у вас такие ревнивые отношения, я бы сказала, как вы вообще с этим справлялись? Я сдерживала себя эмоционально, как бы старалась, вот, чтобы не поругаться, ну, потому что я боялась реально потерять эти отношения, мне он был дорог. Ну, он тебе запрещал общаться с поклонниками или... Он мне просто говорил никому не отвечать, если пишут, поклонники не отвечать. Телефон просто разрывался, начали постоянно все писать, там, парни, девушки, без разницы кто. Были моменты, когда он мне даже говорил, ты удалишь абсолютно все и не будешь сидеть в соцсетях. Когда у нас на грани отношения были, я согласилась с этим, он поменял мне номер, записал на свои имя. Но потом все-таки мы расстались, я все как бы восстановила. А он в то же самое время ввел в соцсети? Да, я ему говорила, что ты должен поступить точно так же, как и я, потому что ты тоже со многими общаешься, поменяешь свой номер, чтобы не катал вот этих вот подруг, чтобы они тебе не звонили и так далее. Он мне сказал, что это моя работа, мой телефон будет в любое время для тебя открыт. Я боялась с ним ругаться, потому что он агрессивный человек. Ты вот в разговоре несколько раз повторяешь эту фразу, что он очень агрессивный. В чем агрессивность? Он руку на тебя поднимал? Были моменты, когда он поднимал на меня руку, я не скажу, что это прям часто, и на улице, и дома, при людях. Но вообще я его боялась, потому что он дерзкий, грубый. Реагировала как-то агрессивно, то есть кричать мог, там, замахиваться. Я реально боялась этого человека. Даже из-за этого я пошла заниматься тайским боксом. В последующих отношениях не было такого, что кто-то будет закрывать мне рот, либо пытаться поднять на меня руку. Ты достаточно долгое время ходишь к психологу. Это с какого момента? Я ходила, на данный момент, сейчас я не хожу, я ходила с девятого класса, я занимаюсь психологом. В любое время, она мне оставила свой контакт, в любое время я ей могла писать. То есть после школы уже, когда у меня были отношения с Заиром и так далее, когда мне было плохо, больно, я не знала, что мне делать, как поступить, я общалась с ней, я ей писала, она мне подсказывала. Сейчас я более-менее понимаю, как себя вести в таких ситуациях. Как в девятом классе прийти к тому, что вот я хочу ходить к психологу? Ходили те, у кого были попытки к ***. Был момент, когда я потеряла бабушку, это было на 9 мая, мы должны были выступать, и все оборвалось, у всех праздников у нас было горе. Это было очень сложно, это было трудно, я не могла в это поверить. И я не могла находиться дома, поэтому у меня получился вот такой вот нервный срыв. Я замыкалась в себе, я была просто, ну, как бы невменяема, я не понимала, что я делала. У меня были попытки к ***, забегала с дома, не хотела учиться, потому что я не могла перенести. Это для меня бабушка была идеальным человеком, она мне дала все, она меня всему учила. Старалась открывать мне глаза в будущее. Получается, бабушка для меня была ближе, ну, вот мама есть мама, а бабушка была намного ближе, чем мать. В этот момент ты решила переехать, уехать из деревни? Да, я закончила 9 класс, познакомилась с Иром, мы начали отношения, потом я переехала к нему. Я уже на тот момент была беременна, потом съехали в общагу и все-таки так вместе и жили. И когда я забеременела, он сказал, если я сделаю аборт, он меня бросит. А я к нему на тот момент уже безумно сильно привязалась и не хотела его терять. Так же, как, ну, я видела, что он ко мне хорошо относится, наверное, на тот момент все у нас было хорошо. Я оставила ребенка, я не жалею, я очень счастлива. Это стимул моей жизни, можно сказать. Я ее безумно сильно люблю, и ради нее я стараюсь абсолютно на все. Ты вот сама из многодетной семьи, и мне кажется, ты как-то была уже морально подготовлена к тому, что, ну, вот, пеленки, распушенки. Да, да. Ты же мянчилась совсем. Да, на тот момент я уже умела и пеленовать, и кормить, и мыть, и все остальное. Но еще до рождения Амины я смотрела специальные видео обучения, читала книжки. Конечно, первое время было сложно привыкнуть к бессонным ночам, но мы справились с этим. Завер тебе помогал на тот момент? Да. Он брал два месяца отпуска, он помогал тогда хорошо, потому что мне было сложно. Я после парадов, мне нельзя было сидеть, ходить было, больно передвигаться. Но он находился рядом, он вставал ночами к ней, он большую часть времени на тот момент он проводил с ней. Потому что я высыпалась, приходила в себя, восстанавливалась. То мне стало легче, как бы он вышел на работу, и я начала проводить время с ребенком. Он тоже, конечно, приезжал, когда я говорю, я там устала, либо еще что-то. Расскажи про материнство в 16. С чем придется столкнуться? Сложности есть, когда ребенок болеет. Когда ребенок болеет, ты не понимаешь, что делать ей плохо. Она плачет, и в это время ты с ней плачешь, и говоришь, господи, пожалуйста, пускай у нее все пройдет. Не надо, что просто болели дети. То, что самое страшное у нас было, наверное, зубки первые, которые лезли, первые два зубика у нас тоже были с температурой и с капризами. Ты, получается, мама в декрете, менее полтора года. Ты что-то успеваешь, помимо того, что ты сидишь, занимаешься ее воспитанием? Делаю для блога. Что-то мы обговариваем именно с теми, с кем мы сотрудничаем в нашем городе. То есть также занимаюсь вот этой вот работой. Сейчас продвигается новый аккаунт, так как пост старый потерян. Стараемся как-то быстрее набрать аудиторию, развиваться. И в дальнейшем я хочу переехать просто с города. У меня даже вот сейчас в планах. Я уедела в Москву, я не хочу. Я хочу все сюда перебираться, сдать квартиру и вернуться сюда. Хочется поговорить о съемках «Беременна в 16», потому что нашей аудитории тоже это интересно. Насколько тебе было тяжело сниматься «Беременна в 16»? Первые два дня я не могла привыкнуть к камерам. Были моменты такие, когда смотрела в камеру, либо еще что-то не так было. Это прикольно на самом деле. Какие-то смешные ситуации на съемках были? Или наоборот сложные, грустные? Смешные ситуации, когда именно со съемочной группой смеялись, кто-то над кем-то подшурчевал. Были и моменты, от которых было даже грустно тоже. В тот момент съемок, когда мы приехали на кладбище, такая «Господи, почему? Ну, можно это убрать, пожалуйста? Я не хочу». И я тогда тоже не сдержалась эмоционально. Избранье произошло, просто потекли слезы. Обычно я спрашиваю, есть какие-то сцены, которые не показали, получается, выпуск? Потому что снимают очень много всего, но в итоге не все может войти в выпуск. Да, были сцены, которые не показали, не показали, именно полностью выписку, как она там была. И съемочная группа уехала раньше того, как в ЗАГС не делала предложение. Как это было на самом деле, этого не показали. То есть, потому что это было дома, это было как бы в семейном уголочке, были друзья. И это было не так, как показано в программе. А в итоге ты вышла замуж? В итоге мы поехали в ЗАГС расписываться. Но для того, чтобы расписаться, надо было запрашивать справки из Таджикистана о том, что он не женат. Мы запросили, они пришли, все, мы пошли расписываться. Но именно в этих справках у него была пропущена одна буква в имени. М не хватало, и из-за этого нам сказали, запрашивайте новые справки. Но так как у нас были потом уже напряженные отношения, мы постоянно ссорили, сругались. И не до этого было, как бы и так и не расписались. А в свидетельстве о рождении? В свидетельстве о рождении здесь записано ее официальным отцом, она записана на него полностью. Вы хотели прям свадьбу или... Мы хотели здесь расписаться, свадьбу сыграть в Таджикистане. А, то есть ты собиралась ехать к его родителям? А вы знакомы с ними? Да, мы знакомы. Я знаю абсолютно всех его родителей, знаю его родственников. Мы хорошо общаемся, даже сейчас мы общаемся с ними. А они с внучкой тоже, получается, общаются? Да, они постоянно спрашивают, как она. Постоянно отвечают на истории, там, статусы в WhatsApp. Они тоже против того, чтобы мы как бы расставались. Они говорят, что мозгов у нас нет. У одного ветер в голове, и у меня тоже так же. Заир же старше тебя. Ну, прям сильно. Сколько? Десять лет? Десять лет. Да, у нас почти десять лет разница. Почему у него ветер в голове гуляет? Не знаю, может быть, он что-то не понимает в этой жизни, я не знаю. Но кажется, вот именно сейчас, за это время полгода, которое он находится там, мне кажется, что у него уже все изменилось, и думаете, он будет по-другому, потому что он потерял семью. Когда он понял, что уже реально потерял, он немного начал как-то шевелиться, что-то делать. Но я точно знаю, что он любит меня, и знаю, что он очень сильно любит своего ребенка. Хорошо, а вот вышел выпуск, ты его ждала? Нет, я бы не то чтобы ждала, я уже знала, что как там будет, то есть что там покажет. Но не особо интересно было. Я просто посмотрела, и то я его даже не смотрела, я его просто пролистала, какие-то моменты останавливала, смотрела, и все. А почему? Не знаю, как-то не очень хотела смотреть на себя со стороны, и тем более были моменты, которые я видеть вообще не хотела. То есть это вот ссора, про измену, не хотела напоминать себе об этом, думать об этом, и я не стала смотреть. Я даже не смотрела толком то, что блогеры делают. Обзоры. Обзоры, да. Я несколько так посмотрела, и мне рассказывают, я не смотрю, я вот, ко мне подружки бьют, а ты вот видела там про тебя, так это выставили, а там про то сказали. Я уже все, как бы от них все знаю, да и времени у меня нет, чтобы сидеть, смотреть вот эти вот обзоры. Аудитория, которая пришла, это люди, которые пришли тебя поддержать или наоборот похейтить? Люди, которые и поддержать пришли, и похейтить. За что тебя хейтили в интернете? Именно на основном новом аккаунте меня начали хейтить за то, что они смотрели выпуск и писали в комментариях, что вот ты очень много требуешь от него, квартиры, там и так далее. Я выставила Риос, говорю, я от него ничего абсолютно не требовала. Квартира, в которой мы жили, именно та общага на время тех съемок, не оплачивалась им. Оплачивали, вообще изначально брала у родителей деньги, чтобы снять ее. Потом постепенно оплачивала я ее. Он покупал продукты и все остальное. Как бы, ну, мы делили это все, то, что будет, куда я тратить деньги. За это меня хейтили. Еще мне говорят, что я чернилица. Это что значит? Это значит то, что у нас разные национальности, я предала свой род. Вот так вот люди говорят. Были моменты, когда мне писали в телеграме «убей своего ребенка». Это самое было такое обидное. А ребенок? Я даже удалила телеграм. После этого телеграм-канал, потому что меня это так взорвало. Но это не закрылось в себе? Просто бывают ситуации, когда... Нет, я первое время не могла привыкнуть. Я очень плакала много. То, что меня обсуждали люди, кто-то унижал, оскорблял. А потом я понимала то, что надо было изначально понимать, на что я иду. Я поняла, что так же много негатива и так же много хороших слов, поддержки и так далее. И я смирилась с этим. И сейчас мне не важна вот эта вот публика, то, что их мнение и так далее. Я делаю так, как я хочу, так, как я думаю и так, как мне нужно. Нам просто очень многие писали на тему того, что вот, вы никогда не позовете Женю, потому что Женя там много какого-то негатива рассказывает о том, что происходило на съемках беременна в 16. О чем речь? Я не рассказывала много негатива, нет. Был такой момент, когда мы поругались с телеканалом Юи из-за того, что мне не понравилось, как они сделали выпуск. То есть то, что я хотела, чтобы показали в этом выпуске, этого не было. Только из-за этого мы поругались. Потом были моменты, когда популярный известный блогер путем обмана взял у нас интервью и попросил заключение договоров. Потом мне позвонили с телеканала Юи, говорят, Женя, нельзя распространять информацию, я говорю, так я не распространяла, я дала вашему сотруднику интервью. В чем проблема? Он представился, что он ваш сотрудник. Он представился, да, что он ваш сотрудник, что он работает с телеканалом Юи. Телеканал Юи мне сказали, что это неправда. В итоге потом я выпустила в свой блог видео Риус о том, что он меня обманул, то, что это не сотрудник, чтобы другие участницы не попались на это. Он не первый меня обманывал, уже были такие моменты, когда он обманывал девочек и путем обмана выпрашивал договора и так далее. И он второй раз мне писал, тоже хотел что-то узнать, но я ему сказала, что я с вами сотрудничать не буду. Он мне пишет, говорит, тебя напугал телеканал Юи, они тебе угрожали. Я говорю, нет, просто, пожалуйста, не пишите мне больше. И я не хочу с таким человеком, как вы, иметь что-либо общее. И на этом общение наше как бы закончилось. Просто я очень много комментариев читала на тему того, что позовите, пожалуйста, Женю из Биробиджана. И многие писали о том, что вот, наверное, они ее не позовут, потому что у них какой-то конфликт. Я, собственно, хотела узнать, какой у нас конфликт. Нет, на самом деле не было конфликта просто как бы. Ну, я немного подобижена была из-за того, что, ну, типа, не показали то, что я хотела, то, что вот выписка. И были моменты, которые... Хотелось бы, чтобы они там были, а их нет. Какие-то душевные, да, сцены. Да, да, которые прям такие теплые, хорошие. Но все-таки все равно выпуск как бы неплохой получился, как-никак. Иногда пролистываешь, там где-то листаешь, смотришь. Вроде нормально, но не хватает того, что хотелось бы тебе. Я хотела спросить, что ты знала о сексе в этот момент? Так, сложный вопрос, конечно. Ну, ты что-то слышала, там, я не знаю, читала в интернете. Ну, конечно, да, слышала. Много видео в интернете и так далее. Вообще то, что друзья об этом, там, которые взросли, разговаривали. Я понимала уже, что это такое. И в школе на такие темы разговаривали, как бы, именно, нет, уроки биологии, когда у нас были, и вот, как бы, что-то было похоже на это. Ну, не прям то, что именно о сексе и так далее. Объясняли то, что, как вести себя и все такое. То есть был какой-то урок такой? Уроки такие, именно, чтобы мы, как бы, раннем возрасте, ну, как бы, типа, не делали этого, вот. Не торопились никуда, не спешили. А что на этом уроке, ну, то есть, помимо того, что говорят, не торопитесь, не спешите, что-то еще говорят? Ну, то есть что? Вот есть презервативы? Да, вот об этом то, что... Есть болезни. Да, именно вот об этом, что может случиться, если, там, допустим, поступишь так, как-то неправильно, либо, там, не зная человека и все остальное. Ну, какие последствия могут быть? И вообще, как бы, я понимала, что такое уже, ну, взрослые отношения, я представляла. И когда вот у нас все это произошло, я была уверена в том, что, ну, мы останемся вместе. Кто был инициатором того, что кто-то отказался от презервативов? Или у вас их не было? Как эта ситуация произошла? Ну, изначально, не прям сразу, наверное, заперемене. Спустя 5-6 недель уже наших отношений. Ну, получается, вы вообще никогда не предохранялись? Нет. Нет, почему? Были моменты, то, что в начале отношений какие-то моменты вы предохранялись, какие-то нет. Я не знаю, каждый, наверное, свое. Кому-то может быть удобно с этим, кому-то нет. А кто-то вовремя умеет думать своей головой и просто надо... Ну, хорошо, бывает неудобно. И можно предохраняться по-другому. Можно пить таблетки, можно сходить к гинекологу. Но на тот момент, я не знаю, я не думала об таблетках каких-то, да. И, типа, я вообще не думала, что я забеременею. Про то, что вот болезни всякие передаются половым путем. Нет, я об этом не думала, потому что все время, я, наверное, со мной проводила. И тогда у него была работа. Он работал грузчиком, он с работы сразу домой, а с дома сразу на работу. То есть тогда я не боялась заразиться от него чем-то. И я об этом начала задумываться тогда, когда он начал постоянно пропадать и гулять с кем-то. Но, слава богу, никакой болезни он мне не принес, потому что, как я у него спрашиваю, я говорю, что именно с ним он предохранялся. Родители с тобой разговаривали по поводу секса? Да, бабушка с тобой разговаривала, говорила, что, то есть, ну, не надо там вот этого делать и так далее. Мама пыталась, но я ее не слушала. Я всегда обходила стороной вот этого. Все, мне не нравились разговоры на эту тему. Тебе неловко говорить о сексе, поэтому ты не хочешь? Да, мне как-то неудобно, неловко, как-то смущает. Думаешь, потому что это табуированная тема в обществе? Или почему? Или конкретно тебе неудобно? Мне именно неловко чувствовать себя, когда идут разговоры на такие темы. А с партнером со своим, то есть, с Зайером, вы об этом говорите? Поначалу именно наших отношений я стеснялась всего тоже. Мне было неловко, неудобно. Я комплексовала именно в сторону себя. Он всегда говорил, что я выгляжу прекрасно, что у меня все хорошо. Я поняла то, что, ну, я к нему привыкла, и поэтому мне как-то стало легче и удобней. Ребенку полтора года. Вы предохраняться начали в какой-то момент в итоге? Нет, все время, все время. Именно с рождения Амины, даже дальше, когда мы спали, мы не предохранялись. И за все это время, 9 месяцев, мы с ним... Получается, он уехал, и Амине было 9 месяцев. За 9 месяцев наших отношений я ни разу не забеременела. Но ты не боялась или ты не думала на эту тему? Были моменты, когда я думала, ну, типа, зачем мне второй ребенок не нужен, потому что она еще маленькая, мне было... Ну, надо сначала ее как-то вырастить, а потом уже все остальное. После того, как я родила Амина, я не боялась, если вдруг забеременела. Я думаю, если вдруг так получится, то я все хорошо обдумаю, прям. Если я смогу вывести это все, то я оставлю. Если нет, то, скорее всего, нет. Потом уже я начала задуматься о противозачазочных таблетках. Вот, я пошла к своему гинекологу, попросила у нее рецепт, выписала, пропивала какое-то время, потом опять перестала. В итоге, ну, как бы, меня это обошло стороной. И пока что мне дети не нужны. Ты как-то обронила фразу в разговоре, что хочется строить свою личную жизнь, а ты, вот, Заира уехала, ты строишь свою личную жизнь сейчас? Ну, я не знаю, у нее есть мужчина. Ну, надеюсь... У нее есть уже другой мужчина? Есть. Но они общаются пока. Есть. Он ей помогает. Поняла. Но вы хотите, чтобы к Заиру она была? Ну, конечно, хочу. Я Заира знаю. А нового мужчину не знаете? Знаю. И что, он хуже или лучше? Ну, он тоже там, где Заир. Я не знаю. Ну, вот, должен прийти в дикогреб, знакомиться. Ну, Заир как бы вперед придет. А с ним она как познакомилась, раз он тоже сейчас служит? Ну, наверное... Наверное, через телефон. Не знаю, как у них сейчас. Я-то не знаю. Ну, я надеюсь, что у них, наверное, за Ироматам. Ее решение. Будут жить, не будут. Но самое главное, чтобы он навещал ребенка всегда. Он тоже ребенка любит без ума. Я пыталась построить отношения, но для меня это сложно. На данный момент я нахожусь в отношениях. Но у нас тоже с человеком расстояние. Он тоже находится там, где и Заир. А как вы с ним познакомились? Мы с ним познакомились в городе, когда мы отдыхали в общей компании. Я не хочу пока разглашать вот это вот все там в соцсетях и так далее, потому что, ну, еще ничего не решили, и никто не знает, как пойдет все дальше. Потому что Заир приезжает в октябре, он приезжает в декабре у него в отпуске. То есть у меня сейчас такая неразбериха идет. Вроде бы с тем человеком как бы меня ничего не связывает, потому что между нами ничего не было. Мы как бы просто завели отношения, но серьезного ничего такого не было. А Заир – это тот человек, с которым у нас общий ребенок. Мы прожили столько это времени. И мне человек, вот именно мой говорит, с которым я сейчас отношение, он говорит, я все пойму. Все, что ты решишь, я, говорит, это приму. И ему я реально благодарна за то, что в то время, когда мне нужна была поддержка, он ее оказал, он всегда находился рядом. Когда мне нужна была помощь, он делал, делает до сих пор. У нас в подкасте еще есть такая рубрика, мы читаем комментарии под вашим выпуском. Ты вообще их читала? Редкостно бывало, да. Два-три пролистнула, так все, так пролистывала. Если что-то где-то мелькнет в глазах, то что за день так читала было. Много что тебя задевало? Был момент, когда одна из девушек написала то, что ребенок, которого я родила, не от Зигера. Это было странно, потому что все верят, что Амина – это копия Зигера, то есть там даже никакой ДНК не нужно, и это вообще глупо. Были моменты, когда я что-то пыталась там сказать именно про то, что там я вот жала в деревне, типа вот она там побежала за чем-то, чем-то там. Я хотела почитать пару комментариев, а ты можешь ответить этим людям что-то. Такая мать просто убила, у меня трое детей, я помогать и нянчиться не буду, а девочка всю жизнь с ее детьми просидела. На самом деле нет, мама помогала, помогает и будет помогать. Мама не настолько злая, как она кажется, она абсолютно добрый человек, она очень сильно любит меня, она любит Амину, Амина вообще к ней тянется просто сама. А когда есть бабушка рядом, постоянно с ней 24 на 7. Дед умный сразу про семью в Таджикистане спросил. Да, дедушка у меня умный, у него один из классов образования, это, по-моему, высшее, плюс он окончил армию, учился в школе полиции, у него есть какие-то даже там награды. А ты поэтому хотела в полицию? Нет, я изначально хотела в МЧС, но мне сказали, типа, ты молодая девушка, у тебя вся жизнь впереди, зачем тебе это нужно, подумай о будущем. Есть еще такой комментарий, на УЗИ не пойду, это женское дело, пошел на роды. Нет, были моменты, он ходил со мной, меня ждал с больницы, просто он сказал, не подумав, что он сказал. Народ, и у него было страшно, я спросила, ты пойдешь со мной? Он видел, что и мне страшно, он пошел меня поддержать. Наверное, я была больше всего в шоке, чем он, потому что он мне помогал еще как-то рожать. Тебе это морально помогло? Да, очень сильно даже, это такая большая поддержка. Но потом, мне кажется, что мужчины немного в ахинеи находятся, потому что если что-нибудь увидели, это жесть. Следующий комментарий такой, беременной с подружками нельзя, зато в больницу сама дойдешь, не инвалид же. Он разрешал с некоторыми подругами общаться, именно с девочками, это вот как Оля, допустим. Она могла в любое время прийти, я могла с ней пойти гулять, что угодно делать. Именно с ней можно было все. А остальные девочки, допустим, которые выпивают легкого поведения и так далее, он не хотел, чтобы она попала тоже в такую ситуацию, он как бы беспокоился обо мне и о нашем ребенке. Следующий комментарий про акцент Заира. Комментарий читать не буду, но тут про то, что у тебя акцент тоже меняется, когда ты взаимодействуешь долго с Заиром. А, да, да. Ты привыкаешь как бы, и он привыкает к тебе, более-менее он становится разговаривать так, как мы разговариваем. Когда долго с человеком находишься вместе, у друг друга что-то улавливаете. Я и на таджическом разговариваю иногда. Я только хотела спросить, ты что-то понимаешь? Да, я понимаю по таджическому, я знаю некоторые слова, я немного умею разговаривать, но вообще я сама хотела учиться этому языку, потому что я хотела понимать, о чем он разговаривает со своими друзьями. Я не могу отпустить ее, чтобы она гуляла. Тот самый Заир, который флиртует с каждой девушкой. Если девушка будет гулять со всеми, когда нету рядом парня, может произойти что угодно, может подкатить любой другой, и неизвестно, что у него на уме. Мне кажется, что девушка должна себя вести скромнее, но я так понимаю, что если я, допустим, в отношениях, я не позволяю себе идти, допустим, находиться в кругу парней. Красиво будет, если девушка себя будет вести, так это же в будущее мама, там не знаю. Как бы тут Заирой не хейтили, по крайней мере, он работает и поддерживает жену, а не то, что в некоторых выпусках сидят Максимки с пивком и делаем нет ни до чего. Да, он постоянно работал. Были моменты, когда вот прям мне нужна боевая поддержка, да, он приезжал. Как бы мы не ругались, все равно он все-таки помогал, приезжал. Середное доказательство того, что тот, кто вечно ревнует партнера и подозревает его в измене, изменяет сам. Мама явно не самый здоровый образ жизни, ведет дома разруха, дети неухоженные. Я думаю, на 60 тысяч в деревне реально прожить, с учетом того, что у них свои овощи и фрукты. Смотрите, даже вот овощи, фрукты, это же тоже на какие-то деньги надо покупать, чтобы это посадить. Дети, это деревня. Я привожу даже ребенка своего туда, она буквально 10 минут, она уже вся грязная, в помидорах, в огурцах, и я ее хочу передать, мама мне говорит, Жень, сейчас переоденешь, она опять будет такая же. Мама не выглядит так, потому что там, она как намекает, что там бухает, да? Нет, не из-за этого, потому что так много времени на тот момент произошло от смерти бабушки, это раз. Во-вторых, у мамы четверо, на тот момент уже было трое детей, каждый раз, каждое утро в 6 утра и надо было вставать, и уже поднимать школу, потому что у нас рейс рано. И плюс, окроме всего этого, как бы заниматься делами по дому. Они живут в деревне, то есть сходить там за дровами, накачать воды в деревне, там люди живут работящие. Они не занимаются, не делают там все губы, ресницы, ногти, поэтому они выглядят так, как они выглядят. Тут на самом деле было много комментариев на тему алкоголя, поэтому я, наверное, хотела спросить в твоей жизни, в плане, когда ты была ребенком, в семье там, где кто-то выпивал. Нет, я не знаю, выпивать, мне кажется, все, но были моменты, да, конечно, тоже у нас выпивали, ну, родители без этого никак, там, праздники, не праздники, либо просто хочется отдохнуть после загруженного какого-то дня, я их прекрасно понимаю. Главное, чтобы быть в адекватном состоянии. То есть, прям проблем с алкоголизмом никаких? Нет, было такое, то, что когда-то не хотела, чтобы мама выпивала, там, было, да, то, что не нравилось. Ну, то есть, запоев каких-то, что-то там сама себе предоставлено было? Ничего такого в детстве не было? Нет, чтобы я была сама себе предоставлена, нет, конечно, нет, такого не было. Как бы у нас родственники в деревне, то есть, если бы даже мама выпила, я бы могла просто пойти к ним, либо бабушкам, в тот момент была дедушка. Следующий комментарий такой. 16-летний ребенок говорит, боюсь, что в 26 он не нагулялся. Лазир, вот когда начал себя вести, мы же давали это интервью уже когда выпуск заканчивался. В тот момент он уже начал подавать какие-то вот такие вот типа сигналы о том, что он задерживается, постоянно не отвечает на звонки и так далее. Мне казалось, что вот он уже начал гулять. Так, следующий комментарий такой. Бедные девочки, такие из неблагополучных семей, как бездомные котята, кто первый за ушком почешет, затем и идут. Нет, на самом деле не так. У меня до Зыра были отношения, я встречалась тоже с мальчиком, долго мы встречались. Это пишут люди, которые, у них самозавышенная оценка. Я не знаю, я не жила, допустим, там в бедной прям семье. Раньше, да, я тоже стеснялась, наверное, свою семью, а сейчас я выросла и понимаю, что это глупо. Следующий комментарий. Какая же нежная, миловидная внешность в Жене? Очень печально, что девочка недолюбленная. Часто слышу, часто мне это пишут, что вот меня где-то недолюбили в детстве. Может быть, да, в какой-то части именно отцовской любви не хватает, поэтому как бы хотелось мужского внимания, а семья меня любила так, как могла. Ну, в подкастах есть еще рубрика Блиц. Я тебе говорю какие-то слова достаточно быстро, а ты отвечаешь первое, что приходит тебе в голову. Семья? Скорее всего, тепло. Тепло. Бабушка это? Любовь. Мама это? Любовь. Папа это? Не могу ответить. Ревность это? Недоверие. Экстренная контрацепция? Не знаю. Алкоголь? Отдых. Дружба это? Это когда у вас есть что-то общее. Отношения на расстоянии это? Испытания. Мама в 16? Это я. Что-то хочешь напоследок сказать нашей аудитории? Я всех люблю абсолютно, и хейтеров, и тех, кто меня поддерживает. Но больше всего тех, кто меня поддерживает. Какой-то совет, возможно, девочкам? Главное, чтобы просто не делали поспешных выводов, не торопились, и все хорошо обдумывали. Жизнь это такая штука, что в ней очень много прекрасного, и поэтому торопиться никуда не нужно. Хочу напомнить, что сейчас у нас идет сезон, новый сезон Мама в 16, и вы всегда его можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Переходите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Еще у нас есть телеграм-канал за кадры этого подкаста. В нем мы очень часто публикуем то, что происходит у нас на площадке, и то, что не входит по каким-то причинам в наш выпуск. Переходите, там вы можете задавать вопросы нашим участницам перед выпуском. Спасибо тебе большое, Женя, что откликнулась. Было очень интересно с тобой пообщаться. Желаю, чтобы у тебя все наладилось, а ты сама решай, что для тебя лучше. Для тебя и для твоего ребенка. Хорошо? Хорошо, спасибо. Все, спасибо. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok